Второй городской детско-юношеский турнир Кубок Меркурия стартовал в октябре. За два с небольшим месяца в напряженных матчах приняли участие порядка 250 мальчишек. Финальные игры прошли в канун Нового года. Борьба за призовые места в возрастных категориях до 12 и до 17 лет развернулась нешуточная. Тем более, практически все юные спортсмены к футболу относятся более чем серьезно. Игра очень интересная. Как все говорят, это спорт номер один во всем мире. Когда играешь, получаешь удовольствие от этой игры просто. Без слов. Все ребята занимаются. Кто-то в Академии Динамо-Бреста, кто-то в ЦОРе, кто-то по своим школам. В школе ребята играют, конечно, есть факультативы и секции по футболу. Но я думаю, что все, как вы видели, индивидуально они играют благодаря базе, которая у них в городе. Финал в младшей возрастной категории не уступал по накалу страстей самым престижным футбольным матчам. Команды средних школ номер один и номер 14 соперники давние. Но хозяевам, а турнир принимала первая школа, родные стены не помогли. Победу праздновали юные футболисты 14-й школы. Игра была тяжелая. На групповом этапе мы с этим соперником уже играли, проиграли 5-2. А тут попались в финале. Мы настроились на эту игру по-своему. Не знаю, тот же счет 5-2. Мы рады за то, что мы дали реванш, можно так сказать, взяли у них. Ну, очень рад за это. Соперники были очень тяжелые. Боролись до конца. Ну, все, как и Макс сказал. Была очень сильная команда. В 2016 году дебютный турнир Кубок Меркурия вызвал большой интерес. И на второй чемпионат заявились 12 школ Московского и Ленинского районов Бреста. В планах организаторов, а состязания проходят под эгидой спортивного клуба Брестской таможни Меркурий, значительно расширить спортивную географию соревнования. Мы надеемся, что турнир только будет развиваться. И в будущем мы планируем привлечь детей других стран. То есть в рамках, может быть, даже наших пограничных стран, это Украина и Польша. В церемонии награждения приняли участие председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук и начальник Брестской таможни Александр Пихун. Идея создания детского турнира принадлежит Брестской таможне при активной поддержке городских властей. А это значит, что с каждым годом соревнования будут не только набирать обороты, но и станут хорошей соревновательной практикой для юных футболистов. Будем и дальше вместе с городскими властями заниматься проведением подобного рода турниров. И я думаю, что в следующем году, с учетом результатов нынешнего турнира, еще большее количество участников будет в нем участвовать. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Антон Лугович, Антон Лугович, Антон Лугович, Антон Лугович.